Большое вам спасибо, если так получится. Не, ну надо, чтобы получалось, потому что отовсюду лезут издержки. Все на этой несчастной квартире хотят построить новый коллектор, новую теплотрассу какую-то. Фантазировать не надо. Здесь готовая площадка. И надо использовать все возможности того, что тут из сетей было. Тогда это будет правильно. А тот дом пока держите, пока стройка, значит, пусть стоит. Пока стройка будет двигаться, а потом будем отселять, расселять. Мы планируем. Ну и это Дитр, да? Да, да, это Дитр, да? Ну он так тоже уже изношен. Он шлакоблочный? Да, шлакоблочный. Конечно, рухляй тоже такая же. Ну и надежда. Вот нам надо тоже, конечно, сносить. Въезды самое позорище. А что тут можно вместо него построить? Это территория под развитием города. А, понятно. Ну ее же уже заправили. Да, да, да. Нет пока еще. Нет. Сейчас почти что там в чате. Ну ладно, площадка хорошая. Давайте ускоряйте процессы своей действия. Руслан Николаевич, мам, расскажите, а сколько домов-то всего здесь будет? Никакие, высотные или мало этажных? Стоятные жилые дома. Если говорить о групповых домах, вот они здесь прорисованы. А вот сблокированных получается 3, 4, 5, 6, 7. 7 секций, которые сблокированы в 3 жилых комплекса. Так? Да. Ну вот оно видно. Ну и основной объем квартир эконом-класс малогабаритное. Одно-двухкомнатное. А с чего строят обоих кирпича? Сблокированные? 9-этажные дома УКС строят двумя способами. Объема, не объема, а монолитный с прокладкой кирпичной стены. И кирпичная кладка. Так вот, как на Алексеевской, 4-этажный дом. Из теплостенных блоков такая этажность не строится. Поэтому это будет кирпич.